И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. С вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, это третья часть из серии «Двойники Земли». В этой серии мы продолжим искать с вами жизнь на других планетах. Попробуем поискать такие планеты, более подходящие к нашей Земле. Искать мы будем в нашем Млечном Пути, в нашей галактике. Мы не будем далеко заходить. Так, смотри. Короче говоря, я нашел на краю нашей галактики интересную двойную звездную систему. Сейчас подождем. Чем она интересна, у нее есть красный карлик. То есть, она состоит из красного карлика и из белого карлика. Но это больше всего подходит, я думаю, скорее всего, наверное, пульсару. Обалдеть. Невероятный вид. Так, и смотри. Здесь, короче говоря, есть планеты. Есть семь планет. И на одной из них есть жизнь. Умеренная озерная феерия с жизнью. Жизнь присутствует органическая, многоклеточная, морская, наземная. Сейчас мы рассмотрим эту планету. И я думаю, там будут шикарные виды на двойную звездную систему. Особенно если с этой планеты глядеть на пульсар, так называемый. Хотя эта звезда будет классно. Особенно если будет закат, да? Смотрим. Значит, состав атмосферы. Здесь это кислород, вода, углекислый газ и азот. В принципе, все, что нужно для жизни. Температура 51 градус. И атмосферное давление очень похоже на наше. На земное. Так. Ну, чуть завышено. Число лун 2. У планеты есть 2 луны. Так, давай я вот это скрою. Так. Одна луна очень близко расположена к этой планете. Очень, очень похоже на нашу луну, которую ты видишь вечером на ночном небе. Но находится довольно близко. Так. Еще одна луна. Где у нас... Давай сейчас посмотрим. А потом уже тогда перелетим на саму землю. Это теплый астероид. Но находится чуть дальше от этой планеты. Так. Расстояние. Давай посмотрим. Расстояние 99 тысяч километров. А у этой луны очень интересная такая система. Я тебе скажу. Здесь расстояние 27 тысяч километров. Ну что ж, давайте не будем долго мусолить эту тему. А будем приземляться на планету и посмотрим виды. Что вообще на ней есть? Есть ли растительность? Так. Присутствует шторма. Их очень много. А что у нас по солнечным суткам? 12 часов. Но 12 часов меньше, чем на земле. О, кстати, отсюда можно наблюдать шаровое скопление. Классно. Так. Ну, давай где у нас приблизительно есть вода, там и приземлимся. Но ее я что-то особо не наблюдаю. Ну, давайте просто тогда садиться на поверхность. Я скажу тебе, что поверхность здесь выглядит какой-то высохшей. Блин, вся растрескавшаяся. Вообще, по идее, здесь должна быть вода, что здесь настолько жарко. И воды присутствует очень мало. Либо она присутствует в виде пара. Хотя, может, где-нибудь подводные русла реки текут. Я не знаю. Какие-нибудь родники. Так, вот они, две этих звезды. Это, я так понимаю, наш пульсарчик. Ну, давай пролетим над поверхностью. Может быть, что-нибудь увидим более подходящее. Что-то более приближенному к земле, к земной жизни. Поверхность вся высохшая. Так, а если нам перелететь на другую сторону? Подожди, дай-ка я отдалюсь. Каньон. А вот, кстати, и река, смотри. Вот вода. Вот течет вода. Странно. Я не наблюдаю никаких даже озер. Ого. Здорово. Да ладно. Ну-ка, подожди. Это мелководье или... Блин, да ладно. Здесь нет воды. Ну как, не может быть такого. Я удивлен, честно говоря. Это все песок. Какой-то гравий. Что это? Да, наверное, это гравий. Может быть, здесь, конечно, течет вода. Но она прям, я не знаю, ее здесь слишком очень мало. Так, подожди. Если пролететь вдоль каньона... Вдоль каньона тоже я ничего не наблюдаю. Хотя, вот смотри, мы видим выделение. Да, это, наверное, скорее всего, глина. Так. А если пролететь вдоль? А вот и вода, по-моему. Да, вот вода. Наконец-то я ее нашел. Интересно, куда она впадает? Может быть, в какое-нибудь озеро? Давай пролетим, посмотрим. Или океан. Вот уже что-то более похоже на озера. Не вижу растительности. Вода. Отлично. Все-таки вода присутствует на этой планете. Здорово. Так. А что у нас по берегам? Ничего нету. Опять растрескавшаяся почва. И не более того. Так. Давай, знаешь, что сделаем? Давай перемотаем на ночное время. И посмотрим ночь. Закат и восход на этой планете. И посмотрим ночное небо. Я думаю, что здесь оно удивительно красивым должно быть. Сейчас дождемся, пока у нас две звезды уйдут за горизонт. Двойной закат, слушай. Отвечаю. Это двойной закат. Давай чуть медленнее. Так. Одна звезда ушла у нас уже за горизонт. Особого заката я не видел. А вот и красный карлик. А вот, смотри, это... Нет, я говорю, это все-таки пульсар. Смотри, вот его щупальца. Классно. Млечный путь. Самый его край. По-моему, галактика. Треугольник. Если я не ошибаюсь. Да, мы видим край Млечного Пути. Здорово. Какие виды откроются нам еще? Подожди. Шаровое скопление должно же быть. Мы же его видели. И плюс две луны. Две луны на ночном небе. Интересно. Вот, кстати, шаровое скопление. Ну, я думаю, здесь было бы довольно ярко. При таком большом шаровом скопления цвет был бы очень ярким. Ну, это понятно. Магелланово облака. Так, стоп, подожди. А, вот, кстати, первая луна, которую мы можем видеть. Теплый. Тот самый первый, ну, теплый астероид. Не очень уж он яркий. А где самая близкая луна? Где первая луна этой планеты? Давай перелеснем еще. Странно. Можно увеличить еще время. Это уже ближе, наверное, будет сейчас идти к восходу у нас, я думаю. Опять Млечный Путь. Галактика Андромеда. Супер Нептун. Ага, ну, это понятно. Это еще одна планета этой звездной системы. Так, и уже, по-моему, близимся к восходу, наверное, скорее всего. Давайте посмотрим тогда на восход. Так, наш пульсар. Я не знаю, конечно, если это все-таки пульсар, то жизни здесь вообще никакой не может быть. Здесь дико завышена радиация, которая вмиг убьет все живое. Просто вот в считанные секунды гамма-излучение тебя уничтожит. Так, а вот и вторая звезда. Дай-ка я сейчас тогда, знаешь что, я сейчас перелечу на ночную сторону. А где у нас... Так, луна, луна, луна. Где у нас самая близкая луна? Вот она у нас. И тогда, может быть, с этой стороны посмотреть. Луна расположена очень близко. Всего лишь сколько там? 90 тысяч километров, я говорю. Ох, она довольно-таки очень близко смотрится, я тебе скажу. Можно сказать, я дотянусь до нее рукой. И вот здесь вид это уже попрекраснее. И здесь довольно ярко. Да, все-таки свет от луны падает на поверхность этой планеты, плюс свет Млечного Пути. А вот эта вторая... А, нет, это... Эта планета, это супер Нептун с жизнью. Еще одна планета. Так, восход на этой стороне планеты. На темной ее стороне. Я хочу посмотреть. Это все на фоне двойной звезды и нашей Луны. Вот, кстати, что-то более-менее похоже на зелень. Хотя я не уверен. Нет, это все камни. Нет, ну подожди-ка, стой. Это мох. Вроде бы что-то похоже на мох. Так. Давайте ускорим. Было бы здорово, если бы звезды проходили по Луне, да, и мы бы увидели бы солнечное затмение. Я скажу так, что жизнь на этой планете скорее всего есть. Здесь, в принципе, очень подходящий состав для жизни. Азот, кислород, вода. Опять глина, да? А почему я вижу только пульсар этот проходящий, где вторая звезда была? А, то есть, она была за ней прям скрыта. Я понял. Расположение здесь такое. Так, ну что же. Давай тогда попробуем найти еще какую-нибудь планету с жизнью. В нашем Млечном Пути, на ее краю. Друзья, вот такая еще одна у нас умеренная пустынная суперферия с жизнью. Органическая, многоклеточная, наземная жизнь. Так. Значит, атмосферное давление здесь понижено. В 70 раз ниже, чем на нашей Земле. Температура 55 градусов. Число лун у этой планеты 7. И, скорее всего, это все мелкие какие-то, наверное, астероиды. Да, я так и думал, это все маленькие астероиды. Но здесь есть вода. Сразу мы видим большие реки, озера. И что-то, мне кажется, что здесь есть похожее на зелень все-таки. Давайте опустимся и посмотрим. Все-таки, по-моему, это маленькая, мелкая какая-то трава. Потому что отдает зеленым. Ну, если присмотреться, да. Это даже не мог. И здесь присутствует такая звездная система. Опять же, посмотри. Давай посмотрим. Найдем наши звезды. Опять же, только смотри, это уже коричневый карлик и белый карлик. Но опять, почему-то, это больше походит на пульсар. Я не знаю, почему это так выглядит. Ребята, объясните мне, пожалуйста, в комментариях. Классно. Видны его щупальцы. Обалденно, шикарно. Так. Ну, давай попробуем перелистнуть это все, ускорить время и посмотреть на ночное небо, на закат и восход на этой планете. Классно выглядит, конечно. Я надеюсь, здесь не бесконечные солнечные сутки. Нет. Но сутки здесь длятся очень долго по ходу дела. Около, наверное, 30 часов точно, если не больше. Скорее всего, даже больше. Млечный путь. Кстати, я недалеко совсем улетел от той звездной системы, на которой мы были в первый раз. Ого, сколько лун. Слушай, здесь обороты наших лун, то есть, ну, это астероиды. Ночью можно увидеть их, наверное, я не знаю, раз в 10. На ночном небе. Давай ускоримся. Давай посмотрим восход. Было бы здорово, если бы это все бы еще располагалось в какой-нибудь туманности, да? Ого, сколько здесь длится ночь и день. Слушай, мне прямо это интересно. вот такой красивый у нас восход. Ну, особо красивого я здесь ничего не вижу. Так, подожди-ка, ну-ка, дай-ка я гляну, сколько у нас солнечные сутки. Ну, а сего периода, ну, как я и говорил, 52 часа, капец. Так, где у нас вода? Здесь вода у нас? Или опять это высохшее русло? да. А вроде бы, как бы, сверху, если смотреть, кажется, как будто здесь полностью заполнено все водой, озера, моря, реки, океаны. Вот реально присмотреть. Вулкан. По-моему, это потухший вулкан, скорее всего. но у него есть снежная шапка. Да, это лед. Ну, можно считать, вода здесь присутствует. Так, все-таки я хочу найти реку или воду какое-нибудь озеро. Но где-то же что-то должно быть. Сто процентов. Кстати, при таком медленном вращении планеты, я думаю, здесь штормов, ураганов вообще практически не должно быть. Малин, почему-то я ничего не вижу. Где вода, где реки? Больше похоже на какой-то засохший, вымерший кусок глыбы. Я бы даже так сказал. Ну, возможно, на этой планете поверхности нет воды, а вот, как я и говорил, где-нибудь под землей подземные реки текут, либо бьют какие-то родники, не знаю, и там есть вода. Да. Ну, я могу смело заявить, что в нашей галактике мы, скорее всего, не одни. Есть множество планет с жизнью, похожих на нашу. Ну, что ж, друзья, я думаю, вам понравился этот выпуск. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и помните, космос и вселенная бесконечна, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока, друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok